Саня, смотришься здесь, в планке? Во-первых, это плановая тренировка. У нас свой график, который мы устраиваем заранее, и, собственно, стараемся следовать ему. И утренняя тренировка – это то, с чего мы начинаем свой день. С травмированными игроками мы проводим целый курс, цикл. Мы устраиваем также подготовку, и с ребятами, те, кто остается, они просто подключаются к нам, и, собственно, мы работаем. Также над их физической подготовкой и не только. У Александра получилась не самая приятная травма – это надрыв задней поверхности бедра. Эта травма, помимо того, что локально доставляет кучу дискомфорта, она еще имеет долгий период восстановления. Получил ее прямо за день до игры в Монако. После долгого перелета у нас была вечерняя тренировка. Плохо подготовил свое тело, плохо размялся после перелета. И просто на ровном месте ускорился, и в какой-то момент почувствовал какой-то щелчок. И все. Я соглашусь, что у меня даже во время игр, по-моему, не было никогда травм. Чаще всего на тренировках все происходит, ноги подворачиваем там. Вот. И, собственно, уже прошло три недели. Саша близок к набранию пика. В скором времени приступит к полной силе, начнет работать вместе с командой. Вообще, это мой седьмой год, когда я работаю тренером, несмотря на мой небольшой возраст. Вот. А это мой пятый сезон с ВТБ. И за это время я уже работал с двумя национальными сборными, с которыми мы добивались определенных успехов. Вообще, в наше время являются доступными всякие всевозможные ресурсы. Вот. И всегда профессиональный тренер, он не берет какие-то чужие программы. Он всегда действует, исходя из каких-то своих собственных знаний и старается найти какой-то индивидуальный подход к людям и старается найти какие-то их слабые стороны, в которых можно двигаться в направлении и улучшать. Ну, это Женя. Там, как бы, в общем контакте с руководством, кто там за это что отвечает. А так слушаем его, как бы, он говорит, сегодня в зале, там, завтра в северном зале. Ну, у нас через день получается. То есть, один выходной в неделю бывает. То есть, допустим, сегодня тренажерка, завтра в зале, потом опять тренажерка в зале. Или бывает там так, наоборот. Все как-то, если любые упражнения делаешь, они все для чего-то созданы, как бы. То есть, для любых упражнений они там развивают какие-то твои слабые места, в любом случае. Так что для меня как бы нет такого, что там это любимое, это не любимое. В любом случае ты профессионал, ты должен делать любые упражнения, которые тебе дают. Ну, вот сегодня вот за полчаса, ты уже так нормально вспотел. Сегодня тяжелая тренировка? Да, нормальная силовая тренировка. Так же, Женя на камеру там просто демонстрирует. Ну да, я вот что-то узнать пока не могу, что там. Сильно такой. Сильно строгий сегодня. Да, да. В целом в нашей команде очень строгая субординация. Я говорю в кавычках, вы сами понимаете. Вот. Но в любом случае я всегда нахожу общий язык со спортсменами. И мы всегда общаемся, наверное, больше, чем игрок с тренером. Вот, так что все. Ну, на самом деле, я после каждого нашего тренировочного дня говорю себе, что на все, в принципе, мне нечем уже удивлять. Но Женя, тем не менее, преподносит сюрпризы каждый день. На самом деле, вот процесс восстановления – это одно из самых нелюбимых для спортсмена. Потому что, как правило, тренировки еще тяжелее, еще интенсивнее. Ты постоянно с тренером с глазу на глаз, под его пристальным вниманием. И тяжело это приходится на самом деле. Лучше, когда вот ты в общей группе тренируешься со всеми, бегаешь, играешь в баскетбол, нежели чем, когда вот индивидуально занимаешься. Рассчитываю уже полностью восстановиться и привести всю форму к игре с «Зенитом» на выезде. Не, я уже сказал, что каждый игрок, он требует индивидуального подхода. Конечно, командная подготовка – это целая наука. Там все профессионалы стремятся не один год, чтобы найти какой-то оптимальный вариант. Вот. Многих игроков я знаю не первый год. С какими-то игроками мы уже встречались раньше, в каких-то других командах я за ними следил. Вот. И индивидуальный подход. Мы все делаем сугубо индивидуально. То есть кто-то, если что-то может, мы стараемся найти его слабые стороны, сделать их сильными. Ну, все очень просто. Что делать, если кто-нибудь филонит? У нас такого нет. У нас все работает только от себя, всю свою душу и сердце.